Я хочу пригласить вас на фестиваль благости. Это удивительное место в Чёрном море, Анапе. Много светлых лиц, две недели счастливого отдыха, лекции, тренинги, йога, цигун, концерты, песни, театр. Много-много счастья. Вам надо просто самим попробовать съездить и посмотреть, так ли это. Поведы говорят тоже бессмысленно. Почему? Потому что человек привыкает к счастью, когда его благочестие заканчивается, то есть кредит в банке заканчивается, чтобы там жить на райских планетах. Благочестье как кредит. Он попадает на Землю опять, на среднюю планету. Куда он попадает? Он попадает в те страны, где с райских планет приходят. Это Европа. Люди все очень красивые такие, избавленные. Работать не хотят, потому что 10 тысяч лет не работали. Они хотят наркотики употреблять. Почему? Потому что это хоть как-то напоминает вот это. Наркотики – это то, что человека приводит. Наркотики, вот спиртное, оно ведет энергию на низшие планеты. Там чертики поэтому к человеку кажутся. А наркотики ведут на высшие планеты. Человек, допустим, героина, как бы накололся там, наелся, напился. И у него он уже опять в раю. Хотя это искусственно, понимаете? В результате у него привязанность появляется. Ему хочется жить в районе, на земле. Говорит, мама, можешь мне покушать? Покушай, сынок, а то ты уже три дня стоишь возле окна. Или бывают все семьи уже туда, в рай, как бы целые семьи. Мама, мама, сын стучится. Мама, это я. Это я. Сын стучится в дверь. Мама, сиди ты на диване. Нет, сынок. Мама, это я. Другая реальность. Идет деградация. Так как человек не может попасть в рай, его сознание трансформируется. Чтобы попасть в рай, надо добрые дела делать. Человек на наркотиках находится, он ничего не делает. Он просто наслаждается тем, что уже незаслуженно все. Он поезд ушел уже, он не там уже живет, здесь. За это он попадает в ад потом. Поэтому сам путь в рай по себе, просто для того, чтобы обалдеть, неэффективно. Потому что через одну жизнь ты окажешься в аду. Адская жизнь – это жизнь страданий одних. Здесь пополовину счастья страданий, там нет счастья в аду. Чем ниже адские миры, там тоже семь уровней. Ниже нас в сто раз меньше счастья. Еще ниже, еще в сто раз меньше и так далее. Если человек, допустим, развязал войну, поубивали всех людей, все страдают. Сколько они страданий испытали, столько он испытает потом. Но на Земле невозможно уже. Столько нет страданий на Земле, значит в ад. Там больше страданий, больше возможности помучаться, покряхтеть. Отмучился свои страдания, поднимаясь на средний планет. Зачем нужны средний планет? Для того, чтобы выбрать между добром и злом. Добрые дела делаешь наверх, злые вниз. Как человек выбирает? Своим сердцем сам решает. Добрые дела трудные. Сначала яд, потом нектар. Добрые дела. Злые. Сначала нектар, потом яд. Нагулялся, потом страдаешь. Добрые дела. Надо аскезы совершать. Потом счастье. Как награда. Поэтому, если говорить об успехе, мои хорошие, об успехе. Говорит, Олег Иванович, у вас непрактичная лекция. Об успехе нам расскажите. Я вам расскажу об успехе. Хотите успеха? Думайте дальше, чем на 20-30 лет вперед. Пройдет 30 лет, и вы уже в другом теле. Все. Где успех? Когда человек выпивает, он трансформирует свою психику к животной форме жизни. Он пьет, пьет, пьет. Что с ним происходит? Смотрите в глаза. Посмотрите в глаза собаки этому человеку. Вы не увидите разницы. Взгляд становится, как у животного. Он такой. Все. Трансформация идет психического тела. Тонкое тело, психическое тело – это тело желаний. Какие желания, какие мышления, какие поступки человек совершает в этой жизни, такой природы он достигает следующей. Поэтому успех означает поменять свое сознание, возвыситься. Вы скажете, никто так не живет, Олег Геннадьевич. Это вы один такой фантазер. Я не фантазер. Я ученый. Я изучаю, как правильно жить. И вы можете подтвердить это на своей жизни. Если бы я был фантазер, я бы вам ложь говорил. Но я вам говорю правду про вашу жизнь, а не ложь. И вы это чувствуете, видите в своем сердце. Значит, это не фантазии все. Если я могу сказать о вашей жизни, почему я не могу сказать о следующей? Почему вы думаете, что я не знаю, что с человеком будет дальше? В этом успех заключается. Когда человек живет так, чтобы потом было много счастья. Здесь на земле много счастья не будет все равно, потому что здесь ограниченные возможности. Вы скажете, я молюсь, 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 а счастье больше не становится. Оно идет вперед. Если вы правильно живете, это копится все. И потом... И там два пути наверх. Первый путь. Это путь, который дает отдых, наслаждение. Если человек жил правильно, но не стремился к Богу, не стремился к любви, к людям. Он просто все делал правильно. Не бросал жену, работал честно. Всем желал счастья, добра. Попадает в рай, где он попадает на курорт. Потому что ему больше ничего не надо. Он поддохнул, там попал он опять на землю. Если человек хотел служить Богу, развиваться, работать над собой, хотел бескорыстия, всех любить, всем прощать, есть другой путь на высшую планету. Это путь, где дальше ты опять продолжаешь делать то же самое, но более лучших условиях. Там больше счастья. И этот путь приводит к духовной реальности. А в духовной реальности вообще нет страданий. Там духовные тела, не материальные. Они сотканы из-за одного желания служить и отдавать себя. Духовная реальность означает нет эгоизма. Все служат, заботятся, поэтому все живут в счастье. Страдания приносят корыстные желания для себя. Все страдания от корысти в этом мире. Эгоизм является самым большим злом. Бескорыстие самым большим добром. Но бескорыстие должно быть правильным, в знании находиться. Потому что если ты, допустим, жену отдал своему другу, вообще бескорыстно, это ты сделал без знания. Жену нельзя отдавать, ее надо защищать. Также человек должен защищать свою собственность. Может делиться с ней, но он должен защищать то, что дает ему возможность жить на этой земле. Бескорыстие всегда основано на знании. Если, допустим, человек встретил наставника, он говорит, отдай мне свою квартиру для служения Богу. Тот отдает. Он встретил шарлатана. Потому что настоящий святой никогда не будет у человека его собственность как бы вытягивать из него с помощью духовных бесед. Субтитры создавал DimaTorzok